Часто мы думаем, что нам нужно просто есть больше белка, чтобы нарастить мышцы. Ведь мышцы состоят из белка, верно? Многие так и делают, но это не всегда помогает. На самом деле тут есть парадокс. У некоторых людей, которые едят больше белка, возможен даже дефицит какой-то аминотислоты. Если вы хотите предотвратить потерю мышечной массы с возрастом, это называется саркопения, или хотите нарастить мышцы, вам надо знать о некоторых других факторах, не связанных напрямую с употреблением белка. Хотя, чтобы нарастить мышцы, действительно нужно употреблять достаточно белка. Но ещё больше вам нужно достаточное количество аминокислот. Есть много противоречивой информации о необходимом минимуме белка. Но общее мнение состоит в том, что нам нужно 0,8 грамма на килограмм сухого веса тела. Не общего веса. Скажем, вы весите 180 килограмм, и у вас много лишнего жира. Это не значит, что вам нужно намного больше белка. Его количество надо определять на основе сухого веса вашего тела. Итак, 0,8 грамма на килограмм сухого веса тела. Это минимальное количество. В среднем это составляет примерно 50 грамм белка в день. Так вот, когда я говорю «белок», я имею в виду «белок в пище». Например, если взять стейк, который весит 100 грамм, то в этих 100 граммах стейка содержится всего лишь около 26 грамм белка. То есть речь идёт о белке в пище, а не о весе самого продукта. Умеренное количество белка — от 1,2 до 1,7 грамма на килограмм сухого веса тела. А большое количество белка — это около 2 грамм на килограмм сухого веса тела. Многие тяжелоатлеты едят столько белка и даже намного больше. Но я не говорю, что вам нужно или не нужно есть столько белка. Я лишь даю вам представление о диапазоне необходимого количества белка. Я хочу сосредоточиться на других факторах, которые влияют на синтез мышечного белка как такового. Надо сказать о паре моментов. Тело обычно не запасает много белка в качестве резерва. Тело не запасает белок. Поэтому если вы едите слишком много белка, тело превращает лишний белок в глюкозу. Культуристам иногда это нравится, поскольку порой они хотят усилить действие инсулина за счёт глюкозы. Ведь инсулин — анаболик, а они хотят нарастить мышцы. Если им повезло, и у них нет инсулинорезистентности, или они не подвержены ей, или что-то ещё, в отличие от всех нас, у кого она есть, то это может им помочь. Но когда большинство людей начинают получать больше глюкозы из сахара или даже глюкозы из белка, тем самым повышая уровень инсулина, то обычно развивается инсулинорезистентность. Это как уловка 22. Вы хотите повысить уровень инсулина, но чем он выше, тем сильнее инсулинорезистентность. И это доходит до того, что возникает дефицит инсулина. Это и есть инсулинорезистентность. Как это влияет на мышцы? Дело в том, что инсулин необходим для усвоения аминокислот. Так что чем выше инсулинорезистентность, тем меньше белка достаётся мышцам. Итак, первый барьер — инсулинорезистентность. Чем она вызвана? Избытком углеводов. Но она может быть вызвана и избытком белка в рационе. Чтобы убрать инсулинорезистентность, нужна низкоуглеводная диета, и нужно есть реже. И это ещё один момент по поводу белка, о котором я хочу рассказать. Очень многие думают, будто им нужно постоянно есть белок, когда они тренируются. До, после и даже во время тренировки. Они едят белковые порошки, коктейли, батончики. Но на самом деле это часто даёт обратный эффект. Ведь это перекусы, а они повышают уровень инсулина и инсулинорезистентность. На деле это не нужно по многим причинам, и инсулинорезистентность точно одна из них. Ещё один фактор, связанный с увеличением мышц — гормон роста. И есть некоторые факты, которые вам надо знать о гормоне роста. Что активирует выработку гормона роста? Её активируют интенсивные тренировки. Так что, если просто есть белок и не тренироваться, мышцы не нарастут. Тренировки — это самый мощный активатор синтеза мышц. Особенно интенсивные. Но объём тренировок тоже важен, так что короткоинтенсивной тренировки недостаточно. Надо повышать объём тренировки и нагрузку мышц. Нужны тренировки с отягощениями. Тренировки стимулируют гормон роста, а также тестостерон. Они оба нужны для роста мышц. Ещё один способ повысить уровень гормона роста — это голодание. Надо голодать и не перекусывать так часто. Голодание повышает уровень гормона роста. Если вы хотите нарастить мышцы, я бы голодал только интервально. Интервальное голодание ешьте нечасто, два раза в день. Думаю, это намного лучше, чем три приёма пищи в день. При интервальном голодании чувство голода снижается, но калорий должно быть достаточно, особенно если у вас быстрый метаболизм. Гормон роста может быть заблокирован высоким уровнем глюкозы в крови. Поэтому я за низкоуглеводную диету, интервальное голодание и хороший план тренировок, а также за достаточный сон для восстановления. Все эти факторы помогают повысить уровень гормона роста. Что касается тестостерона, надо знать несколько вещей. Из-за дефицита цинка уровень тестостерона может быть низким. Цинк точно может повысить тестостерон. В чём есть цинк? В красном мясе, моллюсках, морепродуктах цинка намного больше, чем в растительной пище. Чем вызван дефицит цинка? Избытком пустых углеводов, избытком сахара, стрессом. Также тестостерон может быть заблокирован избытком эстрогена. Откуда поступает эстроген? В основном из многих продуктов, содержащих изолят соевого белка, из соевого молока. Также уровень эстрогена повышается из-за пива и других алкогольных напитков. Ещё один способ создать проблему с аминотислотами — это есть пищу, в которой мало определённых аминотислот, вроде растительного белка, который едят вегетарианцы и веганы, или просто есть много растительного белка, который считается чистым. Часто в нём мало определённых аминотислот. Расскажу об аминотислоте, которая называется лейцин. Лейцин — это мощный стимулятор роста мышц. А пища, бедная лейцином, — это в основном растительная пища. Это не мясо животных и тому подобное. Так что тип белка тоже важен. Яйца, мясо, рыба, молочные продукты — все эти продукты очень-очень важны. Ещё один фактор — стресс. При стрессе повышается кортизол. Это мощный катаболик, противоположность анаболика. Он всё разрушает. Хронический стресс может сильно потрепать мышцы. Сначала страдают в основном мышцы бёдер, водрицепсы. Потом дело доходит до больших ягодичных. Часть белка этих мышц кортизол превращает в сахар. А этот сахар потом превращается в жир вокруг талии. Это ещё один фактор, и о нём надо знать. Ещё одним фактором является микрофлора. Микрофлора, несомненно, помогает создавать аминокислоты, а также другие вещества, и в целом помогает создавать белок. Если человек принимал много антибиотиков, у него часто возникает много разных проблем с мышцами, с их наращиванием и с сохранением мышечной массы. Итак, ешьте больше пищи с пробиотиками. Ферментированные блюда, такие как квашеная капуста, очень полезны. Ещё я столкнулся с тем, что у людей не хватает кислоты в желудке, чтобы расщепить белок, необходимый для создания мышц. То есть белок, который они едят, не расщепляется полностью на аминокислоты. Итак, соляная кислота очень-очень важна. К тому же с возрастом кислотность в желудке снижается. Надо повысить кислотность, чтобы расщеплять белок до аминокислот. Отличное средство для этого — бетаина, гидрохлорид. Принимайте его с едой, чтобы мышцы получали больше аминокислот. Как узнать, что у вас дефицит соляной кислоты? Признаки этого — несварение желудка, кислотный рефлюкс или ГЭРБ. Если это про вас, пройдите по ссылке внизу. Ферменты, в основном поджелудочной железы и даже тонкого кишечника — это тоже фактор. Если у вас не хватает ферментов, вы не можете расщепить определённую пищу, чтобы потом получить из неё чистые аминокислоты. Пара слов о поджелудочной. Может накопиться желчный осадок. Из-за этого может развиться панкреатит. Это проблема с желчью. При этом, вероятно, есть сильное вздутие живота или боль, которая отражается в левое или правое плечо. Внизу есть ссылка по этой теме. Или у вас нарушено усвоение в тонком или толстом кишечнике из-за воспаления или из-за прошлых проблем с кишечником, что сильно снизило вашу способность усваивать белок. В этом случае, возможно, надо принимать аминокислоты в виде БАДов. Хочу затронуть ещё один фактор. Когда вы едите белок, вы должны понимать, что идеальный белок для усвоения нашим телом — это белок в его натуральной форме, с жиром, а не постный белок. Чем постнее белок, тем труднее его усвоить, и тем больше с ним проблем. Есть интересные данные о тех, кто ест очень-очень постный белок и никакого жира, и о том, как это влияет на тело. Из-за этого возникает много проблем. Так что я советую всегда есть жир, который обычно прилагается к белку, если это возможно. Ешьте курицу вместе с кожей, ешьте рыбу вместе с кожей. Это намного лучше. И это относится ко множеству людей, которые едят очищенный белок. Постоянно едят протеиновые порошки. Их можно есть немного, но если есть исключительно белковые порошки, это не идеально для наращивания здоровых мышц. К тому же в них добавляют мальтодекстрин, кукурузный сироп и прочую дрянь. В этом видео я хотел выйти за рамки пищевого белка и рассказать о других факторах, особенно чтобы вы могли нарастить мышцы и не потерять их с возрастом. И раз уж я упомянул гормон роста, а это очень важная тема, если не смотрели мое видео о гормоне роста, думаю, стоит его посмотреть. Вот оно.